Моё почтение. Думаю, пора продолжить историю Айдарика. Но перед этим... Рейд! Ну, фильм такой, вот недавно смотрел. Классно, там драки, всё крутое, да. Но на самом деле меня тут кое-кто просил упомянуть его канал. Внимание, Ван Даган. Чувак, который делает видосы по разным играм, ну и также по Mount & Blade. Так как я сейчас снимаю Mount & Blade, он и будет в Mount & Blade. Всё логично, до свидания. Ссылка может быть там где-то в описании, внизу шерстите, кому интересно. Мне ли делать рекламу с моими 44 подписчиками? Вы чё, рофлите, что ли? Продолжаем историю Айдарика. И всё же, перед тем, как ускакать к северянам, я решил немного поразбойничать. И увезти пару тёлочек из деревни. Но так как они там все были не очень, по ошибке мы увели коров. Монголы же так просто не хотели меня отпускать. И так как подарков у них особо не было, они решили подогнать мне немного стрел. За ранение моей тёлочки тебе смерть через жёпу. Гонять коров это, конечно, то ещё занятие для извращенцев, так как они идут хрен пойми куда, да ещё и зеркалят от тебя. Продать их в другую деревню также не вышло, поэтому я устроил парням... Север почти сразу встретил меня печаленным батей, который ищет своего сынку, которого взяли в плен в другом нехорошем королевстве. Я, конечно же, решил помочь. Чё мне терять-то, я уже встал на кривую дорожку. Скот воровал. Осталось только бояра с тюрьмы вытаскивать. Но батёк отметил, что нужен план, просто так в лобок я не зайду. Но он всё же плохо наслышан о моих отбитых парнях и что я изь могу залететь с ними туда. Но тут я подумал, что всё-таки такие войска беречь надо и буду хитрить. Так, в соседней деревне с замком, в котором держат нашего пленника, мы поговорим с местным главой сельской администрации. И предложим ему сжечь что-нибудь в деревне. Он, конечно, подухуел, спросил зачем, я сказал надо и отсыпал денег. Он сказал, ну окей. Я назначил ему время и поехал ждать. Вскоре в полночь деревня начала гореть, охрана из замка полетела её тушить. Я же вошёл в замок как себе домой, отпиздил стражника с кульчами, освободил барина. Но дальше нужно было ещё прорваться к выходу через стражника. Окей, бой был напряжённым, так как хп у меня было не прям, чтобы много, но в конце лишь один стоял на ногах. Это был я. Пленник был спасён. Но мне опять пришлось искать его батю, который скрывался. И похоже не только от меня, но ещё и от уплаты элементов. Прибыв в сокрытую среди гор деревню, я обнаружил, что она в плачевном состоянии. Поговорив со старостой, я узнал, что тут орудуют разбойники, которые очень часто наведаются в эту деревню. Я принял решение натренировать крестьян, чтобы они могли дать отпор. Обучение продлилось около суток. Каждые пару часов крестьяне по одному шли на бой со мной, чтобы показать, чему они научились. Ты когда пиздили последний раз? Опиздить вообще никогда. Никогда? Да. Значит начнут нахуй. Два удара и все уже лежали. Похоже я нанёс урона больше, чем бандиты, так как за день отпиздил больше половины крестьян. Но в конце концов, банда решила защитить уже от меня и опиздюливание палкой мной бедных крестьян и пошли в атаку. Но они также оказались опиздюлены и прогнаны той же самой палкой, которой я пиздил крестьян. Я доволен. Узнав на арене в Дереме, где будут ближайшие турниры, я полетел туда. Очередная победа и приглашение на праздник. Там же я решил не терять зря время, а подкатить к замечательным двухполигональным дамам. Но что-то все они на мои признания в любви реагировали тем, что я терял респект. Ну конечно, рожа не вышла, одежда не хайповая. Чуть немножко депрессунула. Но все же, одной похоже было нечего терять и она ответила взаимностью. Но буквально почти сразу она заявляет, что к ней уже кто-то другой к линии подбивает. Вот шлендра, я ей свои победы посвятил, а она говорит... А потом такая, ну вообще-то у меня парень есть. А я говорю, так я ему призываю, а она говорит, нет. А я говорю, да, а она говорит, минус три респекта тогда. Я говорю, ну и похуй. С лету запрыгиваю на стол и бегу раскидывая закусь к боярину. Крах... Крахас... Крабсу... Короче, и говорю, ты это не парень, а стена, двигайся. А он такой, нет, а я говорю, пойдем, выйдем. И там на арене мой выкидной меч оказался у него меньше ребрами. И он сказал, ладно, ладно, она твоя. Тут уже вернувшись к ней, я узнаю, что у нее еще один поклонник. Ой, сука... Вот, блядь, дырка-то у нее сквозит. Но тут она уже говорит, иди его отпизди, он мне не нрав. Граф... Я был очень расстроен... А я подбухнул, и забуду о тебе, и забуду о тебе, о тебе забуду... Но драться мы любим, так шучи нет. Мои опиздюливания графов были замечены королем. И он, решив, что пока я тут всех не перебил и не добрался до него... Блядь, я тебя захуярил. ...дать мне титул вассала. Хотя кто из нас двоих там еще вассал-то? Хе. Вкупе с титулом шла деревушка, в которой все оказалось более чем плачевно. Урожая нет, народа нет, скотины нет, бандиты есть. Ну, то есть, получается, скотина дофига. В общем, пришлось в срочном порядке им накидать по щам. Они, конечно, в сравнении с графами не идут. Эпилог. Спустя еще какое-то время началась война. Вовремя, кстати. Так как интерес постепенно начал угасать. Я поучаствовал в захватах замков, городов, потом начал сам захватывать все. Причем захватил все ханство, кроме одного замка, где они все и попрятались. Но далее было принято решение уйти на покой. Свои замки, коих уже порядком дохуя. Хоп, хей, ла-ла-лей. Всем спасибо за просмотр. Я очень рад тому, что вы меня смотрите. Ставьте лайки, подписывайтесь, зовите друзяшек. Всем пока! Пока!